всем привет мои дорогие друзья приветствую вас на моем канале в новом видео о косметических покупках сегодня речь будет о совсем-совсем свеженьких приобретениях и о тех средствах которые я уже успела попробовать которыми уже хорошенечко попользовалась и готова сказать свое мнение о них так что такое видео будет надеюсь не только расслабляющим но и полезным для вас начну я с того что в конце зимы-начало весны было сложновато мне управить своей кожей лица скажем так потому что она у меня бедолага настрадалась за весь период отопительного сезона и совсем-совсем высушилась скажем так то есть какой-то прекрасный момент я пришла к выводу что обыкновенных кремиков уже не хватает моей кожи и шутка начали меня раздражать парфюмированные отушки косметики я прям чувствую что моё лицо моя кожа раздражается от каких-то посторонних запахов скажем так поэтому я обратила свой взор на аптечную косметику в частности как вы видите это бренд для рожь позе и принялась я читать отзывы и гуглить в интернете чем бы таким помазаться чтобы спасти свое лицо свою кожу поскольку сухость лица была такова что помимо шелушений я как бы даже иногда я когда улыбалась то кожа как будто бы натягивалась как-то знаете как будто бы ей действительно не хватает влаги чтобы растянуться в улыбке то есть был даже до такой степени дискомфорт вот и в интернете я нашла такую информацию что такая сухость вызвана как бы тем что истощается либидный слой кожи то есть вот тот вот широко которые которые вырабатывают зальные железы он в идеале должен как бы смазывать поверхность нашей кожи и тогда все будет хорошо то есть у тех людей у кого железы вырабатывают железы вырабатывают в умеренном количестве да вот этот вот кожный жир у тех кожа нормальная и кожа сбалансирована то есть она сама себя регулирует у кого переизбыток выделение этого кожного сала у того жирный тип лица кожи точнее ну а мне повезло меньше потому что вот этот либидный слой у меня просто видимо наоборот куда-то растворился кожа просто превратилась в такой один сплошной сухарик это ужасно на самом деле вот потому что справиться с этим очень тяжело и вот в интернете я нашла информацию что специальные кремы такие лечебные которые называются эмалианты они являются своего рода таким искусственным заменителем таких ну вот этого либидного слоя и собственно такие средства так и называются как они называются либидовосстанавливающие то есть это вот у меня в руках либидовосстанавливающие бальзам для лица и тела а здесь написано что это средство подходит для младенцев то есть для всех тех кто страдает сухостью и у кого кожа склонна к атопическому дерматиту то есть это кожа которая шелшится которая чешется зудит и так далее это может быть под влиянием разных факторов как аллергические реакции так и просто сама по себе чувствительная кожа вот в общем выбрала я этот бальзам и он тут обещает нам убирать зуд и успокаивать ну хотя у меня этого не было просто мне нужно было хорошо напитать кожу однако же составы таких кремов эмалиантов они честно говоря не то что далеки от идеальных или от натуральных они и рядом не стояли поскольку поскольку их задача как бы симитировать липидный слой кожи то есть защитный слой кожи то что у нас в природе может имитировать то есть естественно жиры естественно масла вот и когда я начала изучать составы таких кремов то я просто ахнула потому что там на первом месте идет жидкий парафин да парафином ликвид ликвидум или минеральное масло минерал ойл да то есть это ужасно потому что такие средства дико комедоенные и в общем они забивают поры и в целом образуют пленку на лице которая может провоцировать высыпание и все что угодно ну а выбрала я вот этот бальзам Лепикар по той причине что здесь только на четвертом месте в составе димедикон на первом месте вода на втором какое-то масло на третьем глицерин на четвертом димедикон то есть я шла путем меньшего зла поскольку димедиконы у нас добавляются сейчас в косметику повсеместно и в декоративную в уходовую в шампуне вот и в общем-то одно я только упустила из вида что этот бальзам продается в разных как бы упаковках вот у меня на 75 миллилитров а там еще было на 200 и на 500 то есть этот бальзам предназначен для лица и тела и вот я для себя поняла что если средство предназначено и для лица и для тела то его брать не стоит потому что оно жутко комедогенное то есть эта штука забила мне поры после второго применения у меня начались высыпания ну сыпь короче по лицу просто пошла вот и ну как бы меня это не устроило хотя немножко такое двоякое у меня впечатление все таки от этого средства пару раз было такое что кожа прямо выпивала этот бальзам то есть впитывалась без остатка все а другой раз кожа блестела как блин и приходилось ну эти остатки салфеткой убирать хотя в целом после этого средства кожа очень гладкая проходистая действительно напитанная и эффект был держался то есть это средство не для ежедневного применения а для эпизодического по необходимости поэтому я не могу там прямо совсем так отпарковать и сказать что оно негодное но нужно выбрать какой-то правильный момент для его использования то есть не всегда оно будет идти в пользу ну и плюс можно потрескавшиеся какие-то пятки мазать локти и так далее для тех мест где можно пожирнее увлажниться так теперь я вам покажу вот этот вот физиологический тоник вроде бы так он называется точнее лосьон так он идет успокаивающий с физиологическим ph то есть спалансированный ph какой тут интересно физиологический уровень ph просто написано и он на термальной воде вот так он выглядит я уже больше половины его использовала здесь он предназначен для чувствительной кожи значит для всех типов кожи то есть жирная кожа тоже может быть чувствительной и любая другая у него у этого средства в принципе приятный аромат довольно таки нейтральная отушка здесь есть парфюмированная но она не навязчиво абсолютно ну состав тоже такой какой-то странный здесь немного ингредиентов вода бэк 8 глицерин бэк 60 гидрогенизированное костеровое масло и короче цитрик эйсид хлоргексидин кстати здесь в составе представляете не знаю к чему бы это все-таки хлоргексидин это антисептик но я хочу сказать что этот тоник этот лосьон мне очень понравился мало того что он решил мою проблему сухости действительно оказался в этом вопросе очень эффективным и кроме того как мне показалось он неплохо сужает поры и разглаживает кожу то есть напитывает кожу то есть очень хорошо работает в принципе с лицом мне хватает увлажнения я иногда даже просто тоник без клемма наношу протираю лицо и прекрасно никаких проблем абсолютно с ним не было думаю что повторю эту покупку обязательно еще вот следующий гель вот я три вместе эти средства заказала этот гель я сказала по ошибке почему-то я подумала что это гель для умывания а оказалось что это гель для душа вот тоже серия липикар приятный запах у него в объеме 200 миллилитров хорошая удобная крышечка здесь расход у него средний не скажу что экономный ну а потом я в принципе сначала расстроилась что я перепутала а потом посмотрела что он подходит и для младенцев и в том числе здесь как бы нет такой информации что на лицо нельзя прям наносить и я начала им умываться и верхнюю часть тела мыть то есть шею сунутой кольте и мне он понравился я не могу сказать что он не сушит кожу он сушит кожу как и в любой в принципе гель для умывания потому что он же должен когда очистить кожу правильно то есть снять первый слой загрязнения вместе с этим слоем и липидный слой тоже упирается но конечно я его повторять не буду почему я скажу дальше потому что купила замену ему но в целом на твердую четверку это средство я думаю что действительно для деток маленьких мыть прекрасно подойдет вот единственное что может быть запах все таки надоест в конце концов но зато он для чувствительной кожи и без вредных каких-то без мыла он в общем не задержит мыла масло гликорите ниацинамид но это витамин б ниацинамид в принципе неплохой может быть дороговатый для как вот для геля для душа знаете ну и теперь я перехожу к тем покупочкам которые в следующей партии так сказать прибыли и так на замену вот этому гелю для душа я взяла все таки нормальную умывалку только на этот раз от биотермы вообще у меня как-то получше отношения складываются именно с биотермой были у меня неоднократные кремы хотя я тоже как-то не в восторге от этого бренда но оптичная косметика она вся такая какая-то противоречивая кто-то в восторге кто-то рука это одно то же средство ну вот этот крем для умывания кажется мне когда-то сто лет назад был и он тоже предназначен для кожи склонной к атопии ата терм серии ата сухой атопичной чувствительной кожи очищает восстанавливает липиды и защищает ну вот в принципе мне это и надо чтобы умывалочка была максимально бережной и щадящей но она не будет никогда увлажнять естественно но главное чтобы все сильно не высушивало лицо я вот заметила что у La Roche гель для умывания почему-то в разы дороже чем гель для душа был вот этот гель для душа я покупала за 216 гривен а гель для умывания в точно такой же тупе стоил более 300 вот в то время как пиотерма стоила 200 гривен для умывания поэтому естественно я не стала переплачивать они все работают плюс-минус одинаково но здесь такая пломба есть вот так что вот так хорошо давайте дальше из простого я приобрела вот такое жидкое мыло бархатные ручки оно шло в наборе с кремчиком для рук в очень дешевой цене какой-то гривен за 40 наверное одно такое у меня же мылка на исходе скоро буду снимать пустые баночки тоже есть что показать есть что накопилось поговорим и вот это мыльце в принципе оно предыдущее у меня было с оливкой а это с миндальным маслом вот это конечно намного более изысканно что ли пахнет вот так что скоро его поставлю здесь небольшой объем 230 мл но я в принципе люблю маленькие тары не люблю большие ипотеи когда стоят так далее я приобрела по просьбе мамы уже в который раз она любит у меня натуру сибирику и пользуется в баре два крема вот эти савора японская вот когда-то я ее покупала с оралией маньчжурской ей не понравилось а вот на саворе она уже так плотно сидит несколько лет это уже третий или четвертый тюбик вот причем она любит и дневной и ночной это я купила дневной с SPF 15 а ночной где-то надо короче на тумбочке где-то или на палочке вот здесь кстати неплохие составы я вот смотрю что особо вредных компонентов в составе нет то есть довольно-таки неплохая косметика очень знаю что мне не нравится оттушка у меня когда-то был крем для области круглазов натуры сибирики мне не понравился он именно из запаха ну а то что здесь помпа это очень практично очень удобно и в этом плане они молодцы вообще натуры сибирика у меня неплохие средства делает вот у них там какие-то новинки появились только по каким-то постнословным деньгам я читаю так занеслась себе выспрано я буду мониторить если они спустятся с небес на землю и понизят цены то может быть я что-то присмотрю тебе так у меня сбился фокус почему-то возвращаемся в общем неплохой крем по-моему в Эстонии он делается потому что заказывала я его кажется с европейского склада так далее заказывала я вот такой крем ой крем шампунь солистая на шампунь пилинг против перхоти этот жампунь мне нужен не для борьбы с перхоти у меня нет перхоти но я пользуюсь маслом для волос делаю маски из масел а именно из такого этого бренда у меня есть масло я вам уже показывала в предыдущих покупках и мне нужен был такой шампунь пожёстче чтобы я могла хорошенечко смыть это масло с волосами мне понравился в принципе этот шампунь я уже один раз попользовалась зиму у него есть небольшие маленькие такие частички абразивные не знаю из чего они там и он такой весёленького оранжевого цвета вот ой ой господи приятно очень порохнет освежающим немножечко этих абразивных частиц я не могу как же прям супер много хорошо пенится отлично очищает кожу головы несмотря на частички вот эти снимаются смываются эти частички нормально без затруднений ну и конечно вымывает он до скрипа этот шампунь волосы обязательно нужно наносить масочку или бальзамчик потому что расчесать волосы потом будет просто нереально годовым выйти с ванной вот но пахнет очень приятно и в принципе 73 грн я за него отдала дороговато для объемов 150 мл но пока мне нравится если будет по скидке то может быть еще и возьму так дальше по акции было такое предложение две зубные пасты по цене одной это голгит оптиквайт искрящаяся белесна значит я давно пользуюсь этой зубной пастой она мне нравится отбеливающий эффект у нее есть единственное что я хотела бы предостеречь вас если вы решите тоже покупать такую пасту она существует в двух вариантах первый это белая паста с белыми абразивными и вторая паста с синими частичками дико окрашивает умывальник раковину и ванну поэтому я не рекомендую покупать с синими частичками там буквально синяя какая-то полоска вот здесь должна быть на коробочке я даже пару раз вот ошибалась было дело что вместо этой белой покупала с синими частичками там вообще уже там мучивала и кое как-то пользовала а вот здесь у меня белые частички смотрите чтоб не было никаких синих полосок на упаковке абсолютно беленькая никаких синих частиц не должно быть ой то есть паста в принципе знаете как я не могу сказать что она супер классная но когда она только появилась она была подороже чем сейчас и она была эффективнее наверное все таки ну и как это обычно бывает продукт выходит в тираж и уже не такой по качеству как был до этого то есть немножко качество все таки ухудшилось но и цена упала на эту пасту то есть раньше она стоила где-то наверно 80 сейчас наверно 50 или что-то такое я могу уже немножко падать но суть в том что как только появляется паста или другая косметика где-то на рынке то она действительно зарекомендовывает себя как хороший продукт но через небольшое количество времени меняется не в лучшую сторону так дальше ребятки я заказала два солнцезащитных средства на лето приготовилась я к солнечному летнему сезону нашему и хочу также предостеречь вас защищайтесь от солнца носите головные упоры пользуйтесь кремами с солнцезащитными фильтрами это очень важно для вашего здоровья не находитесь под прямыми солнечными лучами оберегайте свою кожу от воздействия ультрафиолета я купила такое молочко от польского бренда биленда с фактором 30 и возлагаю на него большие надежды думаю что на ближайшее лето мне и моей семье хватит этого средства и заказала вот такой вот стик от ульяж с фактором 50 я его уже открывала смотрела выглядит он вот так как антиперспирант у него вот такая текстурка то ли помадки то ли антиперспирант по сути он ничем не пахнет потому что ульяж это французская термотологическая косметика она не должна обладать какими-то навязчивыми запахами и так далее должна быть гипоаллергенной это серия парьезан высокая степень защиты и водоотталкивающий я хочу вам сказать одну такую вещь что в моей семье случилась неприятность заболел близкий человек ну давайте так не заболел короче от воздействия солнечных лучей пострадал мой папа каким образом да то есть обнаружили подозрительное образование на лице на лбу и сразу же конечно помчали к терапевту терапевт направил его к онкологу и конечно он принял там ряд процедур которые необходимы для ну и анализа сдавал для того чтобы от этого избавиться но я вам так скажу что с каждым годом солнце становится все более и более агрессивным это ни для кого не секрет после каждого летнего сезона я обнаруживаю у себя появление новых родинок и я думаю что сухость моей кожи это тоже результат достаточно агрессивного воздействия окружающей среды поэтому я уже на протяжении нескольких лет категорически не загораю специально намеренно и ношу головной упор летом у меня есть шляпа такая со средними полями она защищает меня от лицо от обгорания и в принципе не дает моей голове перегреваться я очень довольна таким приобретением одним из самых разумных моих приобретений это приобретение шляпы вот и вам тоже рекомендую потому что с солнцем шутить нельзя то же самое касается соляриев и так далее поверьте что никакая красота загоревшего тела не сравнится с красотой здорового тела то есть помните о том что нужно себя защищать обязательно так что используйте солнцезащитные кремы вот этот стик я как раз для бабы приобрела чтобы он защищал себя от ультравиолета вот ему показано это врачом и такой формат стика мне показался очень практичным и удобным для мужчины потому что он не будет никакими кремами для лица масаться это уже очень видно а стик это то что ты можешь носить в кармане или положить в машине или просто перед выходом на улицу маснуть себе там в нескольких да обычно по выступающим точкам на лице наносят то есть нос лоб скулы и так далее вообще лучше с ног до головы обмазаться если выходишь куда то на длительное время под солнце да или там в самый сной в самый полдень обязательно крем с SPF это просто без всякого так ну что ж выговорилась я сейчас давайте перейдем к небольшим покупочкам декоративной косметики я вам сразу показываю лак для ногтей который я купила топ фейс у меня уже есть несколько лаков этой марки как я говорила в предыдущих своих каких-то видеороликах о покупках я отказалась от гель-лаков потому что они вызвали у меня очень серьезную аллергию и сейчас я нашла себе очень неплохую альтернативу в виде вот этого производителя Top Face Lasting Color вот сейчас он у меня на ногтях и чтобы вы понимали этому покрытию 7 дней и этот маникюр пережил генеральную уборку мытью посуды ручную стирку ну и в принципе бытовуху все вот это вот то что мы делаем каждый день мне очень нравится качество этих лаков я нисколько не почувствовала себя обделенной так сказать то что я теперь не крашу ногти гель-лаком и я заказала себе ну нашла там поставщика по оптовым ценам 7 или 8 лаков в общем я уже оторвалась только я продала гель-лаки одной кучей 25 штук я купила 7 лаков новых да вот такая женская неустойчивость наша эмоциональная но дело в том что действительно достойные лаки и меня поразило что они высыхают за считанные минуты за 10-15 минут полностью сухие ноготки можно заниматься уже чем угодно и стойкость великолепная кончики только вытираются но не только вот сейчас у меня вот скололся кусочек на указательном пальце а вообще великолепные лаки если вам уйдом встретиться от духа я рекомендую вам это от души и когда придет через несколько дней посылка с новыми лаками то мы с вами обязательно встретимся еще покрасим лачки на дипсы посмотрим те оттенки которые я выбрала надеюсь вам будет интересно ну а это вот у меня оттеночек 105 и это такой цвет веносной крови такой насыщенный такой цвет глубокий краснючий бортовый а конечно когда я только накрасила то это все было поярче глянец был поярче сейчас уже все это так сказать смеркло но все равно результат неплохой так следующая моя покупка это такой вот скульптор от релуи про я вообще не скульптурирую лицо мне некогда особо и не хочется когда этим заниматься нет такого желания но мне нужен был вот такой вот нейтральный серовато-бежевый оттенок который я могла бы наносить на скалочку века на орбитальную область чтобы растушевать границы нанесенных теней мне не хватало такого оттенка очень нейтрального очень ну чуть темнее чем цвет кожи у него у этого скульптора такая шелковистая текстура я еще не пробовала в теле его но вот видите он как бы прям прекрасный как мне кажется можно и наслаивать его и углублять цвет придавать глубину этому оттенку и такой он затиновый немножечко этот оттенок не матовый какие-то микро частички все-таки есть шиммерные надеюсь что мне понравится вот ждала я на него какую-то скидку но как он был 87 гривен так и остался и я подумала ладно надо брать значит хороший скутер ну и вот его неплохие на него я не знаю там видно или не видно по идее должно быть видно так ну и не отказала себе в удовольствии приобрела два новых оттеночка жидких теней от люкс визаж у меня уже целая коллекция каких-то 5 наверное оттенков или 6 вот они сейчас подскочили в цене и я охотилась со скидками точнее не выжидалась в кустах когда же упадут цены на эти тени потому что они уже за 100 гривен зашкаливают а я гривен по 60 взяла или 66 что-то такое вот то есть это вообще не дорого нормально расширила свою так сказать коллекцию вот понравился мне вот этот пятнадцатый оттеночек такой вот зеленый с золотом наверное да вообще эти тени мне нравятся тем что они очень хорошо поддаются наслаиванию то есть в один слой да может быть это ближай ведь будет но подсохло и можно еще нанести они практически не ощущаются на веках то есть сидят комфортно на веках так это мы тринадцатый оттенок с вами наносим но это уже такой вот бордово-коричневый цвет специально наношу пожирней вот сейчас они немножко подсохнут я люблю эти тени использовать как моно так и в качестве просто базового цвета под подводку очень неплохо ну и собственно это очень все быстро происходит накрасился и побежал вот они не ахромят то есть они по сути только мерцание имеют какое-то когда высохнут ну что еще сказать по качеству как я сказала они мне нравятся наносятся без проблем на светлые оттенки там действительно прежь явят не очень они как бы если выбирать то самый мой любимый оттенок это шестой и напишите как вам такие тенюшки есть ли у вас в коллекции эти тени девочки вот ну в принципе это все покупки закончились на этом я хочу закончить видео благодарю вас за просмотры за ваше внимание к моему каналу к моей персоне ну а мы с вами увидимся в следующих видео всем спокойной ночи всем пока